Добрый день, рукодельницы, шьющие девочки, коллеги, девочки, кто шьет на заказ, кто работает в ателье. Потерялась, потерялась я. Мы переехали, переехали в новое помещение, помещение в этом же здании, что старое. Как-то так вот резко случилось, совершенно нежданно, негаданно переехали буквально за несколько дней. Сегодня первый день на моем новом рабочем месте. Пока я прям вот подробно не буду делать обзор ателье, но уже мы заметили, что оно стало гораздо больше. Ну, если так сказать, в три раза больше мощность ателье увеличилась. Очень я этому рада у меня, потому что такие грандиозные планы на новое помещение. Когда еще старое помещение я искала, здание, самый центр города, очень оно мне нравилось. Я часто здесь бывала до этого, никогда освободилась. Ну, и думала вообще, что очень-очень-очень-очень будет высокая аренда. Но когда вот стала искать и нашла место, освободилось место вот в этом здании на первом этаже, была просто приятно удивлена это к тем девочкам, которые хотят открывать ателье. Все возможно. Так вот, была удивлена стоимостью аренды. То есть это не настолько дорого, как принято считать. Просто нужно искать. Искать и находить. Ну, вот сейчас полтора года я была на старом месте. Сейчас освободилась еще в одно помещение. Единственное, что оно чуть ниже находится, минус один этаж. Но, в принципе, все тоже. Потому что люди, которые ходят, люди, которые знают, это либо старые заказчики, либо какие-то люди, которые ищут именно по локации, по адресу, что-то рядом с местом, где они живут или они работают. Вот. Поэтому я надеюсь, что будет все так же. Пока никаких нет вывесок, буду сейчас все заказывать. Вот прям уже себе напланировала, что и как это будет. Вот. Сегодня у меня еще дочь в ателье. Вот. Поэтому я так вам примерно покажу. Ну, вот такая вот. У нас теперь есть зона, отдельно зона для приема заказчика. Ну, пока так. Планирую. Планирую. Как говорится, Москва не сразу строилась. Отдельная зона для примера. Большое зеркало также. В общем, все, что было в старом помещении 19 квадратов, переехало сейчас в новое помещение 50 квадратов. Ну, и, соответственно, место, конечно, тут можно танцевать. Мой большой стол, мои машиночки, мои прекрасные наряды, манекены и прочее. Ну, вот я примерно так на вскидочку покажу. Ну, это, естественно, стена славы. Здесь пока такая примерочная. Здесь уже, здесь буду делать штендер на улице стоять. Очень много полочек получилось. Все сюда я притащила еще. Даже есть такая маленькая кухонька. Это наряды мои. То, что предлагаю к прокату. Стол со всех сторон. Это вообще для отдельного видео, конечно же, тема. Уже я начала работать у меня. Заказы еще со старого. Это бытовая моя любимая машинка. Борелок. Пятенитка. Мне очень нравится он. Манекены. Скорняшка Аврора. Это моя Доня младшая в красивом платье. Покажи свое платье, доча. Такое вот а-ля Советский Союз. Я очень люблю такие, когда вещи дети, дочь. Дальше. Машина старый бразер. Я на нем бью петли. Идеально. Тут заказы, которые здесь... Ну, наконец-то, места стало больше. Здесь заказы, которые еще не выполнены. Там будут заказы. Так, стол. Еще у меня вот мешки не разобраны. Хочу купить большие прозрачные коробки, потому что вот когда что-то найти, какую-то тряпочку, ну, буквально нужно все это... Покажу стол чуть-чуть одним глазком. У меня есть вот такое чудо-место, где мои дети очень любят прятаться. Тут уже сегодня заправила нитку, буду шить. Это мои великолепные костюмы, которые можно на ярмарке мастеров найти. Как-то так. Желаю всем, чтобы ваши мечты сбывались. Если вы о чем-то мечтаете, просто делайте. Спасибо.